Встречайте наших предыдущих Алла Сиганова и Святослав Белза Своими волнениями и переживаниями Тема сегодняшнего тура – знаменитые песни и романсы Как говорил Оскар Уайлд «Найди слова для своей печали, и ты полюбишь ее» То есть вы думаете, что сегодня тема у нас такая все время будет печально-драматическая? Ни в коем случае, наверняка, мы ощутим всю палитру человеческих чувств, выраженную в музыкальной лирике И чтобы вы убедились в этом, сейчас прозвучит самая жизнерадостная неаполитанская песня «Фуникули, фуникуля» На сцене все участники большой оперы «Фуникули, фуникули, фуникули, фуникули» «Фуникули, 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 фуникули» а а а а а а а на а 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 КОНЕЦ Приветствуйте наши конкурсанты! А также их верные музыкальные соратники, доблестный российский государственный оркестр кинематографии под управлением многоопытного маэстро, народного артиста России Сергея Скрипки. Давайте посмотрим, как выглядит турнирная таблица после четырех дней соревнований. Однако один балл от зрителей способен несколько изменить этот расклад, вот только в чью пользу? Уже две недели подряд лидером СМС-голосования у нас становилась Екатерина Арну. Сейчас мы узнаем, кто же побеждает в СМС-голосовании сегодня. Итак, 19% зрителей отдали свои голоса Алексею Исаеву. Именно он получает тот самый заветный балл. И вот так выглядит теперь итоговая таблица, уже с учетом зрительского голосования. Алексей, скажите, как вы потрясены? Я в шоке. Важно вернуть было лидерство в СМС-голосовании. Вы знаете, мне просто очень приятно. Это не описать в словах. Это нужно чувствовать. Мы вас поздравляем. Спасибо. Спасибо нашим участникам. Мы вас ненадолго отпускаем за кулисы готовиться к выступлению. Спасибо. Удачи вам в нынешнем конкурсе. Да уж, удачи им действительно пригодится. Песни и романсы требуют особой тонкости выражения, эмоций. Особой точности понимания текста. А наши жюри слышат не только каждую фальшивую ноту, но и каждую неверную букву. Возглавляет наше высокое жюри оперная Примадонна, голосу которой покорились все вокальные жанры и формы. Народная артистка Советского Союза, обаятельная и неотразимая, Тамара Синявская. Один из самых востребованных оперных басов современности. Он поет на ведущих оперных сценах мира, но по-настоящему дома чувствует себя только в родном Иринском театре. Наш специальный гость, красавец-мужчина Ильдар Абдразаков. Импульсивная и непредсказуемая, она и плачет, и смеется с участниками нашего конкурса. Народная артистка России Людмила Максакова. Подлинный сын солнечной Италии, самый позитивный и жизнерадостный член нашего жюри. Известный дирижер – маэстро Фабио Мастранджело. Строгий и дотошный, но невероятно чуткий и доброжелательный по отношению к молодым талантам. Руководитель молодежно-оперной программы Большого театра – профессор Дмитрий Вдовин. Итак, начнем наш турнир. Первым на эту сцену выходит Алексей Исаев. Он выбрал роман с Булахова «Тройка». Булахов взял стихи Вяземского, кое-что дописал, добавил припев. Из философской лирики получилась разудалая ямщицкая песня. Кто же не помнит знаменитая «Еду-еду, еду к ней, еду к Любушке своей». Похоже, совсем не случайный выбор. Алексей у нас в проекте предстает то безоглядно влюбленным Олегу, то бесстрашным мистером Икс. Встречайте, отважный и бесхитростный Алексей Исаев «Тройка скачет». Тройка мчится, тройка скачет, Икс. Встречайте, отважный и бесхитростный Алексей Исаев. Товский путник запоздалый Путь куда лежит ему Видно он с большой охотой Мчится к дому своему Едет, едет, едет к ней Едет к любушке своей Едет, едет, едет к ней Едет к любушке своей Динь, 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 и тройка встала Ямщик прыгнул, собучка Красно-левка подбежала И целует ямщика Вот приехал прямо к ней Прямо к любушке своей Вот приехал прямо к ней Прямо к любушке своей Ну вот, публика в восторге Ну теперь видно, что на вас подействовали результаты зрительского голосования А что у вас в руке? Платочек Платочек, что он значит? Моей дамы А, понятно Это которая любушка, да? Вот этой дамы? Конечно, конечно А скажите, пожалуйста, есть два слова, которые могут вас охарактеризовать как человека? Я не стану себя охарактеризовать, потому что я не могу видеть себя со стороны, знаете Это могут охарактеризовать меня люди, которые видят меня Ну тогда в двух словах охарактеризуйте Аллу Аллу? Осторожней Да уж Горячая и жгучая Галантный, кавалер? Галантный, галантный Вы в прошлый раз растрогали Людмилу Васильевну Она, по-моему, всплакнула Было? Да, в прошлый раз было одно качество И вообще меня Алёша покоряет каждый раз Вот Спасибо огромное Алексей, а вы можете заплакать от музыки невероятной, от какого-то замечательного фильма? А вы слушали когда-нибудь Рэквиум Моцарта? Вы меня спрашиваете? Хороший вопрос Здесь вопросы задаем мы, сказали бы в другой передаче Ну вот Рэквиум Моцарта именно, он на меня такое впечатление производит А вы плакали когда-нибудь от любви? Честно? Честно Конечно Алексей, это, в общем, песня не только о любви, но и о высоких скоростях А вы любите скорость? Я люблю Гоняете на чем-нибудь? Ну, там, где положено Ну, разумеется, и в пределах знаков В пределах нормы Потому что жизнь, она намного важнее, чем Адреналина мне здесь хватает Андрей Вознесенский, потрясающий поэт и такой, я бы сказал, поэтический сейсмограф Наше время, он ввел особую поэтическую скорость Которой нет в коробке обычной скоростей Мне кажется, что вот художники, они на этой скорости должны летать Да, сверх скорости Алексей, полетайте немножечко за кулисами, потом вернетесь Спасибо Вызов Алексея Исаева готов принять Павел Червинский Не секрет, что Павла часто сравнивают с Дмитрием Хворостовским И ему это сравнение, разумеется, льстит Между прочим, поворотным моментом в карьере Дмитрия Хворостовского Стал именно телевизионный конкурс в Кардифе Куда его буквально заставила поехать великая Ирина Архипова Павла никто не заставлял Его на наш конкурс привело, как он сам говорит Любопытство и желание получить большой опыт Что ж, умение держать удар и проигрывать Весьма ценный опыт Особенно, когда ты молод, привлекателен И как яблочко румян Встречайте Павла Червинского С романцем Георгия Сверидова на стихи Беранже Как яблочко румян Одет весьма беспечно Не то чтобы очень пьян А весел бесконечно Есть деньги прокутить Нет денег обойдется Пока еще смеется Да ну их говорить Да ну их говорить Вот говорит потеха Шатаясь по ночам Все тратясь на девчонок Он кажется к долгам Привык еще с пеленок Ему уж суд грозить В тюрьму прятать хочет А он-то все так хочет Да ну их говорить Да ну их говорить Шатаясь по ловить Потеха Ей-ей умру Ей-ей умру Ей-ей умру От смеха Приходит смертный час И жит больной с постей Замкнуть не может глаз И день я одолели Бесоский хор висит Сияет Ад комешанный А он-то Многогрешный Да ну их говорить Да ну их говорить Вот говорит потеха Ей-ей умру Ей-ей умру Ей-ей умру От смеха Ждете? Ждем Ждем-с Ждем-с Пашечка, скажите, пожалуйста Вот пока ваша конкурсная история Складывается не очень удачно Мне так кажется Или вы не программировали, что вы будете победителем? Нет? Нет, все программировали Нет, я считаю, что все пока хорошо Пока все хорошо Но мы же пока не закончили Скажите, Павел Вот Беранже Автор этой песни Говорил о том, что если бы людям дано было выбирать, где родиться То он бы непременно выбрал Париж А вы бы? На самом деле я бы родился там, где я родился Мне очень нравится мой край Я из Сибири Из Омска И я считаю, что Та красота природы, которая существует в Сибири Она меня напитала И поэтому Не знаю, мне кажется, я вполне рад тем местам, где я родился Правильно Ломоносов говорил, что могущество России будет прирастать в Сибири Но и музыкальное могущество России сильно прирастает в Сибири Надо сказать Ну что ж, давайте позовем Алексея Итак, господа судьи Перед вами первая пара дуэлянтов Будем разбираться, кто же здесь победил Начнем справа Маэстро Мастранжело Итак, кто на вас произвел больше впечатлений? Алексей на тройке удалой или как яблочко румяный Павел? Давайте начнем с Алексеем Алексей, очень хорошо растешь Вообще просто на глазах И шикарно спел Шикарно Просто шутер Спасибо Паша тоже очень хорошо Очень хорошо пел Вообще, произношение Все очень ясно Все очень слышно Голос шикарный Чуть-чуть он прижимал верхние ноты Но он все-таки бас Так что Это от него мы ожидаем побольше Низкие ноты Омск очень красивый город Я очень часто бываю в Омске Дирижирую Там приличный концертный зал Но не приличный, а роскошный Роскошный концертный зал Это правда Паша, прости, но сегодня для меня лучше Алексей Так что Алексею я даю свой год Спасибо Людмила Васильевна, посмотрите, какие у нас мужчины За кого отдадите свой голос драгоценный? Такие у нас мужчины в жюри Я начну с Паши Ты мне сегодня понравился из всех твоих выступлений больше всего Во-первых, ты ни старика не изображал, ничего Ты был максимально приближен к себе Понимаешь? Это вот как у нас в училище написано Как играть, да? У нас висит от себя Вот ты шел от себя, понимаешь? И поэтому приблизился к образу, тем не менее И вот твое финальное ха Очень дорогого стоило Вахтанговская школа Да, это было замечательно, вот этот финал Единственное, я не очень согласна с нашим маэстро Полине У тебя умру Ты М съедал, у тебя было уру вместо умру И вообще, когда в дальнейшем у тебя это сделано хорошо Я бы немножко полюбила согласные И когда особенно вот о смерть пришла Вот, я бы это делала еще более иронично А-а-а Да, ну, я... АПЛОДИСМЕНТЫ Да, ну, что я тебе скажу Конечно, Алексей, он, как тебе сказать, вот закусил у дела Он просто как вот едет дальше, дальше, уверенней, уверенней И он очень эмоционально спел Он как-то, ну, не знаю, очень рванул И вот это вот свидание, которое состояло с этой Любушкой Конечно, это было замечательно И финал сделал лихо Алексей, тебе отдаю свое сердце, душу и голос АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогой Эльдар, радостно вас видеть в нашем проекте Вы уже давно пребываете в большой мировой опере Но приятно, что так звезды легли, что вы можете и в жюри быть сегодня Кто на вас произвел впечатление? Ну, вообще, ребята, вы молодцы Я первый раз вас вижу и слышу И действительно, это очень сложно выйти сразу и показать себя в таких коротких произведениях Но чисто артистический мне очень понравилось Вокально можно придираться Сейчас я не хочу это все раскладывать по полочкам Но я сегодня свой голос отдам Алексею АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий, кто преуспел сегодня из наших участников? Я очень рад сегодня услышать в Паше то, что я хотел слышать все эти дни И Людмила Васильевна прямо с языка у меня сняла Наконец-то я увидел самого такой, какой он есть На самом деле, вы оба ребята молодцы И вы растете, и вы очень талантливы И у вас прекрасные голоса И вы оба сибиряки И, кстати, педагог Алексея из Омска Так что у них, так сказать, еще более тесные связи между собой Но поскольку я, значит, как-то можно попросту сказать Гонобила несчастного Пашу все эти предыдущие дни Я считаю, что он, несмотря ни на это, держит мужской характер И я не могу его не поддержать, потому что он сегодня молодец Кстати, композитор был удивлен, был бы, услышав такую интерпретацию Романса абсолютно пианистического с оркестром Но я должен сказать, что оркестр был очень гибок сегодня И не помешал делать вот эти темповые все изменения, очень сложные И, кстати, и в тройке тоже Вот потому что аккомпанировать романсом еще сложнее, чем аккомпанировать ария Поскольку они для этого совершенно не предназначены Вы отдаете свой голос оркестру А сегодня я отдам голос Паше А что скажет наш председатель жюри? Кто справился лучше сегодня? Во-первых, Алексею очень подошел этот номер, как называется, да Вы спели хорошо, это просто концертный номер Он уже готовый концертный номер Вот, что касается Паши Вот Паша сегодня в своей тарелке был Молодец Голос ярко очень звучал, красиво И, в общем, ну, немножко где-то зажимался Потому что иногда сходил с рельс образа Потому что, наверное, думал, куда повернуться, куда пройтись Ну, во всяком случае, я так читала Не могу сказать, что у вас силы равны Я не могу этого сказать Алексей более опытный человек И уже, так сказать, более привыкший к сцене Он поет на сцене театра Что касается Паши, у тебя все впереди Поэтому я, как профессионал, конечно, отдаю свой голос Алексею Итак, в нашей первой сегодняшней дуэли Побеждает Алексей Исаев Телезрители напоминаем Вы можете поддержать полюбившегося участника Отправив СМС на номер 7375 Только не забудьте указать номер своего фаворита Повлияйте на конкурсную судьбу участников большой оперы Номер Алексея Исаева – один Номер Павла Червинского – семь Мы начинаем голосование И оно продлится до 19 часов 4 ноября по московскому времени Спасибо Спасибо До следующего тура Первую пару дуэлиантов сменяют очаровательные дамы Юлия Минибаева и Евгения Сотникова Юлия последнее время будоражит интернет, форумы Две недели назад зрители покорил ее невероятно стильный образ А на прошлой неделе зрители эмоционально обсуждали ее не слишком удачное выступление Я могу ошибаться, но по моему впечатлению Юлию было особенно досадно проиграть именно Екатерине Арну Что ж, это должно было ее раззадорить И сегодня на ее стороне мощная команда Антон Рубинштейн и Александр Пушкин Романс «Ночь» Юлия Минибаева Мой голос для тебя и ласковый и тонкий Ты, может, позднее молчали ночицу мой Мой голос для тебя и ласковый и тонкий Ты, может, позднее молчали ночицу мой Близь лужа мою Близь лужа мою Печальная свеча горит Мои стихи текут Сливаясь и журча Текут ночи любви полны тобой Во тьме твои глаза блистают предо мною Во тьме твои глаза блистают предо мною Мне улыбаются Мне улыбаются И звуки слышу я И звуки слышу я Мой друг Мой ближний друг Люблю твою Мой друг Мой нежный друг Мой друг Мой нежный друг Люблю твою Люблю твою Люблю твою Юлия В самом начале нашего проекта Когда вы заполняли анкету Вы написали Доля артиста такова Что он Ко всему Должен быть готов Вот интересно Было ли нечто В нашем проекте К чему вы оказались Не готовы Да, хороший вопрос Мы плохих не задаем Что здесь Все так сложно Такие условия Вот Конечно ваш проект Закаляет Так скажем Скажите пожалуйста Вы сейчас Замыкаете Турнирную таблицу Для вас это неожиданность? Я стараюсь Не думать об этом А зачем? Очень важно Конечно Выходить И показывать максимум Что ты можешь Не всегда Бывают какие-то Удачные выступления То есть Никто ни от чего Не застрахован Но Все таки Это больше шоу Я воспринимаю Нежели Конкурс А разве не конкурс? Нет Естественно Это конкурс Это и назван Конкурс Большая опера Естественно Но Но вы легко Пытаетесь относиться Если я буду думать О цифрах О том Сколько у меня баллов Ну а Зачем? Смысл в этом? Да ну Не знаю Я думаю о том Как максимально себя подготовить Работать над собой Это важнее На мой взгляд Скажите пожалуйста А вы как-то вот Анализируете Почему за вас Не очень хорошо Голосуют наши Телезрители? Не знаю Дело в том Что Я не могу оценить Сколько конкретно Голосов за меня Было послано Вот Но за меня Многие голосуют Статистика есть Из моего города Из Самарской области Из Тольятти Из Ярославля Это я знаю Ну видимо Не очень активно Не знаю Я поняла Спасибо Пожалуйста Победители телевизионного проекта Большая опера Ждут уникальные призы Предоставленные Домом Русского ювелирного искусства Галерея Михайлов Гран-при Изящную статуэтку Выполненную Из драгоценных металлов Художник-ювелир Татьяна Хромосеева Создала специально Для победителя Нашего проекта Но без ювелирных подарков Не останется Ни один участник Проекта Большая опера А к нам выходит Евгения Сотникова Неделю назад Жюри Хотя и не присудил Ей победу В состязании Зато Безоговорочно Признала ее Хрупкой Нежной Джульеттой Сегодня она выбрала Для выступления Романс Рахманинова Маргаритки Красивая женщина Конечно Источник Вечного Вдохновения Это слова Рахманинова Между прочим Маргаритки Он посвятил Певице Нине Кошиц В которую В свое время Была влюблена Вся Москва Удастся ли Жене Влюбить в себя Наше Взыскательное Юри На сцене Большой оперы Евгения Сотникова АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Женечка, я понимаю, что для вас все-таки это прежде всего конкурс И я вижу, как вы семимильными шагами двигаетесь вперед к победе Вы сейчас уже на втором месте по результатам зрительского голосования Я не вижу радости, но это же радость Я очень рада Это, конечно, для каждого певца, для каждого артиста Это самая, мне кажется, наивысшая награда Любовь зрителей, конечно, да Я, конечно, очень стараюсь показывать то, на что я способна И просто быть в музыке Я тоже, как Юлия, наверное, не очень воспринимаю это как конкурс Потому что, в принципе, я не очень конкурсный человек Но у вас есть явно бойцовские качества Женечка, вы такая хрупкая, но, насколько я знаю Иной раз вам приходилось участвовать в экстремальных Если не сказать рискованных экспериментах на сцене И даже как-то пришлось на тросе, как в цирке, летать над сценой Было очень страшно Это был мой дебют в Баварской опере И мне пришлось петь в первый раз в Германии на немецком языке Для немцев И мне пришлось вылетать в буквальном смысле слова На сцену Баварской оперы вот на этом тросе Я очень боюсь высоты Ну, в общем, меня все очень поддерживали И все прошло хорошо Но тем не менее, вы взлетаете все выше и выше Ну что ж, пора нам звать вашу сегодняшнюю соперницу Юля, просим на сцену Так, ну и что же нам вы скажете сейчас, дорогие судьи? Пожалуйста Какую из дамп вы выберете? Ну, начнем с Юли Юля, вам нужно поработать над интонацией Побольше хотелось бы кантилены И иногда буква О у вас проглатывается Она куда-то уходит Затем кульминации мне не хватило в вашем романсе Все-таки это конкурс И вы должны себя показать сегодня на сто процентов Евгения Опять же с интонацией Хотелось бы немножко ее поправить И хотелось бы вам пожелать, чтобы вы Знаете, вот я сижу, когда вас слушаю Мне было скучно Правда Вот как-то не хватало То есть я не видел маргариток Были не маргаритки Не буду называть, что было Ну, так получилось Я даже не знаю, кому отдать свой голос Ильдар, что это были не цветы, а какое-то другое растение? Или вообще не растение? Цветы, но поскромнее Спасибо, Стасов Игоревич Выручили Ильдара Ну, мы давние друзья Итак, ваш голос за кого? Ждем Да Евгения Спасибо Фабио, теперь ваш выбор Да Начнем с этого Музыка, конечно, очень красива И Рубинштейна, и Рахманинова Рахманинова вообще Любимый композитор Так что я каждый раз слышу музыку Рахманинова Конечно, балдею Сейчас балдеет в юбилейный год Рахманинова Юлия, тоже я заметил неточности, конечно, интернационные И это может быть потому, что романс не спят Или потому, что заволновалась Или потому, что не знаю почему И сегодня странно, потому что у тебя, я знаю, что есть Но не хватало объема голоса Женя Наоборот Сегодня у тебя голос покрупнее звучит И были тоже проблемы Но я оценил, как это звучало более убедительно Может быть, как-то нежность надо было побольше показать Кусок Джулетты включить в это исполнение Но тем не менее, сегодня я тебе даю свой голос Женя Спасибо Я вижу, что после того, как выступили наши дамы Наше юри немножечко стало грустным Это так? Людмила Васильевна, вы немножко разочарованы? Нет, совершенно не разочарована Я совершенно не согласна с Эльдаром И с очаровательным нашим итальянцем По-моему, Юля очень выразительно спела Был и Пушкин, был и Рубинштейн И было очень все это выразительно Романс – это история Это какая-то маленькая новелла Это рассказ И она очень внятно это рассказала А что касается вот Жени Ты сегодня опять чудесная И все тебе к лицу Выбрал ты романс неплохой Но у меня было ощущение, что все-таки больше мяу-мяу Вот со словами Да, с дикцом Вот со фразой Понимаешь, все-таки певец – это фраза Вот музыкальные фразы Не знаю, что Тамарыч скажет по этому поводу Но все-таки в романсе очень важна фраза А у тебя ты ни к чему не вела Вот просто а-а-а-а-а А-а-а-а-а И че тебе так засоснули мы Понимаешь, так мне показалось Не буду распространяться За Юлю я голосую. Дмитрий, ну теперь важно, что вы скажете. Вот вы, питомцев своей оперной молодежной программы, не заставляете летать на канатах, насколько я понимаю, как в Германии? Во-первых, заставляю. А я вспомнил сейчас другой полет, вот когда как раз Женя рассказывала. Например, «Волшебные флейты» в Лос-Анджелесе, где пела наша замечательная певица Альбина Шагимуратова. И она пела «Царицу ночи», и вдруг, да, она спустили ее опять же на тросе, и вдруг этот трос как маятник стал качаться. А она должна была брать свои эти фа верхние, третьи октавы. И я ничего не мог понять. Я, естественно, занервничал, что случилось, почему, и что это за постановка такая. А выяснилось, что там началось землетрясение в этот момент, что часто бывает в Калифорнии. А как фа-то прозвучало? Да, у нее все, да, все звучит, у нее все нормально. Она сильный человек. Вот, кстати, о сильных людях. Девушки, вы так дороги моему сердцу, я вас так люблю. И мне так нравится ваше достоинство, с которым вы выдерживаете удар. А наш конкурс – это довольно сильные удары. И я смотрю, вы как-то даже разговорились. И это тоже школа этого конкурса, потому что надо уметь говорить перед публикой и перед телевизионной аудиторией. Поэтому действительно впитывайте в себя все, включая, так сказать, даже не самые сладостные субстанции этого конкурса. И это вам пригодится. Потом никакой режиссер, никакой строгий дирижер, никакой строгий критик не будет вам страшен. Вы скажете, да что это по сравнению с тем, что я видела в большой опере? Что это по сравнению с тем, что мне говорила Алла Михайловна Сигалова? Это все ерунда. Я так и поняла, что это я, субстанция. Был намек на меня, девочка, я поняла. Аллочка, ты субстанция неуловимая и прекрасная. Ты же знаешь. Вот, но если серьезно. Я, как Ильдар, в большом затруднении не знаю, за кого голосовать. В чем-то вы разные, но сейчас голосование с моей стороны будет чисто формальное. Я проголосую за Юлю и именно за то, что вот она, так сказать, так удар держит, не раскисает. Но, Женя, я тебя люблю не меньше. Тамара Ильинична, кого выбираете вы? В отличие от первой пары конкурсантов, здесь мне тоже трудно, но трудно с другим знаком. И тот, и другой романс, извините, меня не удовлетворили. Женечка, я не увидела ни Маргариток, я не услышала ни Рахманинова, и тем более Игоря Северянина тоже там не было, на мой взгляд. Там было погружение во что-то. Вообще петь романсы в миллион раз труднее, нежели какую-то оперную арию. Вы со мной согласны. Это значит быстро переключиться, быстро погрузиться в то самое состояние и создать образ хотя бы за полторы минуты. Это очень трудно. Значит, что касается Юли. Начала очень робко, но, на мой взгляд, начала хорошо. На мой взгляд, дальше пошло. Не совсем то. Поменялся тембр голоса, и получился романс на два голоса. Как-то быстро перестроилась в сопрано. Мне не хватило тоже легата, мне не хватило мёда в этом романсе. Хотя, должна сказать, что то, о чём говорила Людмила Васильевна, я поняла, о чём ты поёшь. Я поняла. Просто романс ещё сырой. И вот поэтому я и сказала, что ни одна из девушек меня не удовлетворила. Тамара Ильича, я хочу напомнить вам ваши права, что в редких случаях обычно мы просим от вас строгости, которую вы всегда проявляете. Но в таких случаях, когда мнение жюри разделяется, вы можете своими двумя голосами сделать ничью. Давайте сделаем ничью. Напоминаем. Один из самых приятных сюрпризов кому-то из участников могут сделать телезрители, отдав свой голос в СМС-голосовании. Торопитесь повлиять на судьбу своего любимца. Добавьте ему или ей один балл в турнирной таблице. Будьте внимательны. Номер Юлии Менебаевой 4, номер Евгении Сотниковой 8. Отправляйте СМС на короткий номер 7375. Спасибо, дорогие девушки. Спасибо. Мы вас отпускаем. Спасибо. А на очереди у нас следующая пара соперников. Екатерина Арну и Владимир Магомадов. Для Екатерины прошлый тур стал не просто успешным, переломным. Она так удачно попала в образ Кащеевны, что члены нашего высокого жюри впервые присудили Кате победу. На зрительских форумах из-за Екатерины разворачиваются целые баталии. Она, без сомнения, самый обсуждаемый участник большой оперы. Но это после меня. При этом сама Катя большей частью кажется совершенно невозмутимой. Какие эмоциональные тайны Екатерина приоткроет нам сегодня. Встречайте Екатерина Арну. Романс Рахманинова. Они отвечали. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Екатерина, а вы в интернет заходите, в форум читаете, отзывы о себе? Мне никогда. Никогда счастливится. Я тоже, впрочем. А что ваши друзья, близкие говорят о вашем участии в конкурсе? Ну, все очень поддерживают, но это как... Друзья, они не могут быть объективны, поэтому они все равно будут поддерживать. Будут ли я петь плохо или хорошо, они все равно будут на моей стороне всегда. На то они есть друзья. Катя, а какого результата вы ждете от большой оперы? АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, пока я ничего не жду. Я просто надеюсь, что силы свыше, они как бы правильно все распределят сами. Мы не вправе решать и угадывать, что будет дальше. Только сверху, что скажут, и будут. А что для вас большой результат? И вообще, в каком театре вы нацелены служить? Я хотела бы пить в разных театрах. В разных. Но в одном можно... Хочется ездить везде, с разными людьми петь. Находиться не в одном постоянно. То есть вы бы не хотели служить в одной труппе какой-нибудь? Нет, ну, конечно, хочется. Если бы это был какой-то там театр, если он стал бы для меня родным, конечно, нет. Почему? Да, почему? Почему нет? Спасибо, Катяка. Идите немножко, помечтайте за кулисами. Ну, а к нам выходит один из лидеров нашего проекта, Владимир Магомадов. Владимир – абсолютная вещь в себе. Отстраненно вежлив, неразговорчив, сосредоточен исключительно на работе. Таким он представал в нашем проекте до сих пор. Но, может быть, сегодня мы увидим другого Магомадова. Для этого тура он выбрал одну из самых известных и самых лиричных неаполитанских песен. Неофициальный гимн старинного рыбацкого квартала Неаполя – «Санта-Лючия». Ну что ж, загадочный и неприступный Владимир Магомадов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Катя Возвращайтесь, пожалуйста Хотя дама на корабле – это не всегда хорошая примета Но по-моему поэтично – дама на корабле АПЛОДИСМЕНТЫ Это очень специфический голос Очень красивый и отчасти божественный голос Но раз голос специфический, то и репертуар должен быть специфический Я помню это место Санта-Лючия в Неаполе Я себе представил Вызуточник с контртенором и начнет перед Санта-Лючия Я не думаю, что его поймут Это не потому, что это было плохо, Володя Нет, это было очень убедительно Но просто я всегда думаю, зачем, например, на баяне играть листа Вот я не понимаю вот этих транскрипций Это не значит, что я не люблю баян или я не люблю фортепиано Просто я считаю, как раз сказать, Кесарева-Кесарева А что касается «Они отвечали», то здесь требуется очень большая изысканность И владение несколькими голосами И тонкость большая в передаче этой дивной разницы между «Они» и «Оне» И диалог мужчин и женщин, которые стоят за этим романсом Вот, а тут немножко, Катя, вы так это конкретно нам все доложили А с точки зрения общего профессионализма Володя победил Спасибо, спасибо Фабио, у нас есть маэстро Фабио, натуральный итальянец, который рассудит Ну, если честно, меня вообще не возмутило то, что Володя Пел неаполитанскую песню Наоборот, мне очень понравилось Сильно-сильно понравилось, как он это пел У меня только, если прошу прощения заранее, две замечания, маленькие совсем Луччи, казалось, у меня «Ч» надо И, конечно, «Ардженто» чуть-чуть звучит по-русски «Е» Так что это надо убрать И после этого все абсолютно будет шикарно Так же, как ты спел высокую ноту, вообще просто супер Так что спасибо тебе большое за это Соль, да А Екатерина? Екатерина Опять, мне кажется, что есть хорошее у тебя движение Продвиг к хорошему Но сегодня для меня было убедительно, что еще до сих пор тебе надо поработать с педагогом Центральный регистр у тебя шикарный, просто фантастический Ну, низкий и нежный и высокий регистр Они пропадают чуть-чуть, как-то неровно Ну, это не совсем они пропадают Просто есть некие технические моменты, которые не позволяют здесь сделать так, как это звучит, ну, вот, где-то в другом месте Может быть Ну, мы, к сожалению, обсудим то, что мы слышим здесь Ну, я понимаю Сегодня мой голос я даю Володю Спасибо Людмила Васильевна, кто показался вам более интересным? Скажите, пожалуйста Я заболела Так, что делать? Кем, скажите? Нет, у меня болезнь нехорошая Как называется? Не пугайте Белая зависть Раздвоение личности Понимаете, каждый был хорош очень в своем материале Я не знаю, профессор почему-то считает, что это должен какой-то матрос с сигаркой пить У меня нет такого ощущения А что касается, конечно, Рахманинова Вот это был все-таки Рахманинов Отдаю Кате Ильдар Дорогой, теперь ваше мнение Во многом решает судьбу Катя Мне показалось, что вам все-таки нужно немножко поработать именно над техникой Над вокальной Середина, как уже сказал Фабио, действительно очень красивая Но начали вы робко Наверное, очень волновались Вот Владимир Это была Санта-Лючия Это была Санта-Лючия И мне понравился ваш итальянский Я все понял Я понял каждое слово Хорошо, там итальянец заметил две буквы какие-то Но это же ерунда Пусть он споет по-русски, правда? Мы его научим еще некоторые русские буквы произносить Вот Пусть поет Поэтому я вас поздравляю Мне очень понравилось Мне очень понравилось Единственное, знаете, что бы я хотел добавить? Немножко, может быть, стержня внутреннего Внутренней Чтобы было Там Санта-Лючия Да, но если это будет Санта-Лючия Вам надо дуэтом петь Я понял Ильдар, ваш голос Владимир Понятно Тамара Ильич, пожалуйста, ваша оценка Мы начнем с Катей Вполне ваш романс Только надо понять, что здесь не двумя голосами Надо петь А двумя персонами в себе Спросили они Это поет мужчина Как в летучих челнах И дальше нежным голосом Гребите А не отвечали Это женский текст Вот, на мой взгляд, это не очень получилось Что касается Володи Я абсолютно согласна с Ильдаром Я даже, когда ты начал петь Мне хотелось, чтобы ты крепче начал Потому что увлекся, так сказать, красивым голосом своим Но чуть-чуть потерял опору Потом пришел в себя Услышал свой голос Вернулся к нему И спел довольно прилично Мой голос за Володю Магомадова Таким образом В этом поединке Побеждает Володимир Магомадов Телезрители Пожалуйста, поддерживайте наших участников Для этого Нужно всего лишь отправить СМС На короткий номер 7375 Номер Екатерины Арну 6 Номер Владимира Магомадова 5 Спасибо Благодарим вас Последняя пара на сегодня Дарья Терехова и Арсен Степанян Причем Дарья Еще один лидер нашего конкурса И снова романс Рахманинова На этот раз Не пой, красавица при мне На стихи Пушкина Кто только не писал музыку на это стихотворение Глин, Кабалакирев, Римский, Корсаков А полюбился и прославился Именно романс Рахманинова Кто только не состязался с Дашей в нашем конкурсе И всякий раз она выходила победительницей Похоже, нашему жюри Она нравится любая И босая И в образе женщины вам Или с не совсем трезвым кавалером под руку Никаких сомнений Сама энергия, уверенность и напор На сцене Большой оперы Дарья Терехова АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 и наших, и зарубежных певцов все волнуются перед выходом. Признайтесь, вы ведь тоже небось? Конечно, все волнуются. Я не трус, но я боюсь. Нет, я всегда волнуюсь. Если проходит волнение, мне кажется, значит все. Без волнения нет искусства, но совладать с ним нужно. Конечно. Да, обязательно надо его перевести в образ, в голос, в жест, чтобы в жест, чтобы ваше волнение помогло вам лучше спеть, а не хуже. Вы в финале романса сделали такой яркий жест, практически по Михаилу Чехову, психологический жест. Вы вообще в курсе системы Михаила Чехова? Да, проходила в ГИТИСе. Но это вам дало какие-то знания, которые сейчас вы используете у себя в театре, в работе над ролями? Конечно, конечно. Во-первых, мне очень повезло, потому что я работаю в том же театре, с тем же режиссером Александром Тителем, мастером моего курса в ГИТИСе. И вот с его школой я живу. Большое спасибо. Даша, вот вы в прошлый раз сказали, что вы мечтаете о путешествии на Кавказские горы. Сейчас в вашем романсе звучит тема Грузии печальной. Что за тяга? Почему Кавказ? Не знаю. Меня манит это очень. Мне кажется, это... Там очень красиво и абсолютно другая культура. Может быть, я в прошлой жизни жила там, я не знаю. Между прочим, песни Грузии печальной из Тифлиса, как тогда назывался, в Тбилиси, привез Александр Грибоедов. Как-то находясь в гостях, он в присутствии Пушкина сел к роялю и наиграл услышанную в Грузии мелодию. Пушкина мелодия покорила. Под ее впечатлением и появились знаменитые стихи «Не пой, красавица, при мне». Такие истории, а также интервью с членами нашего жюри можно прочитать в журнале «Стори» информационном партнере большой оперы. Журнал «Стори» обыкновенные судьбы необыкновенных людей. Даша, пойте, красавица, при нас, но сейчас отдохните немного в ожидании выступления вашего соперника. Кстати, с Кавказа. Завершая турнир, Арсен Степанян решил порадовать нас еще одной неаполитанской песни «Парлями до море морю». Дословно «Говори мне о любви». Первым я исполнителем был не оперный и даже не эстрадный певец, а великий итальянский кинорежиссер Витторио де Сико. Де Сико спел эту песню в кинокомедии 1932 года, где он исполнял главную роль. А назывался этот фильм «Что за подлецы мужчины?» Ну, некоторые, может быть, и подлецы, но в основной своей массе они народ хороший и уж во всяком случае наш герой общительный, чувствительный Арсен всегда готов сказать то, что приятно услышать даме. Это сладко. Вот такое воспитание у нашего Арсена. Встречайте, Арсен Степанян. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 когда она для меня готовит, особенно при приезда. Это то, чем вы могли бы обогатить итальянскую кухню. Скажите, Арсен, а вы со своим педагогом общаетесь по скайпу? Вот сейчас, когда вы здесь, в Москве? Нет, мы с педагогом, у меня просто замечательный педагог Сусана Аравна Мартиросяна. Она была многие годы солисткой Мариинского театра, лауреат международных конкурсов, недавно получила заслуженного деятеля искусств. И мы по телефону созваниваемся в самые сложные моменты для меня. Вот иногда бывает, там, голоса нету, она мне позвонит, там, скажем, что у тебя случилось? Я говорю, вот, Сусана Аравна, голоса нет. Так, ну-ка, давай пой мне. Вот по телефону мы тоже введем наш урок. Но по приезду в Ереван, конечно же, первым делом это пойти или к ней домой, если ее нет в этом консерватории, то сразу уже пойти позаниматься, провериться там все, чтобы было бы хорошо. Хвалит, ругает? Какие отзывы у нее? И то, и то. Знаете, хвалит, а потом начинается. Но! А без этого «но» нельзя. Нужен и кнут, и пряник. Правильно. Ну что, зовем Дашу? Зовем Дашу. Даша, выходите, пожалуйста, к нам. Вот он, Кавказ. Вот вы рядом с Кавказом. Вот. Ну что ж, сейчас узнаем, на чьей стороне голоса уважаемых членов жюри. Людмила Васильевна, начнем с вас. Вы можете задать вот такой камертон, точный, по крайней мере, в эмоциональном отношении. Болезнь продолжается моя. Я не выздоровела. Я опять раздваиваюсь. Потому что, ну, Даша великолепная певица. Спела она замечательно. Были какие-то вот, ну, он не был, что ли, весь выстроен сначала до конца, как мне показалось. Вот к финалу он у тебя пошел несколько вот в ту сторону. А начала, вот, как будто бы не въехала, да, в этот, ну, в образ, да. Значит, Арсен. В этот раз не было никаких вот то, что мы говорили, итальянщины, как ни странно. Хотя здесь было где разгуляться. Да, и не было вот надрыва, как я говорю. У нас был спектакль в театре, который назывался «Ля Гран де Мадзия». И там эту песню исполнял Юрий Васильевич Яковлев. Вот, может быть, это как раз «Ля Гран де Мадзия». И мне показалось, что она присутствовала в пении Арсена. «Великая магия». Мне придется за тебя проголосовать. Спасибо большое. Дмитрий, пожалуйста, скажите ваше мнение. Вообще, как интересно, как Грузия присутствует все время в нашей культуре. И как это замечательно. Я почему-то подумал, что театр Станиславского и Немировича Данченко. Ведь Немирович Данченко тоже был грузин. Даша, вообще выбрать этот романс для конкурса в таких сложных условиях, в том числе акустических, да еще и с оркестром, это самоубийство. Этот романс требует такой точности во всем. И в тексте, и в понимании смысла. А кому, кстати, о ком речь идет в этом романсе, вы знаете? Ну, Пушкин же писал стихи. О ком? Кого он имел в виду? Наталья Гончаровой, наверное. Не знаю. Нет? А, нет, наверное. Ну, в общем, это любопытная история. И вот, Ильдар, ты помнишь, нам Марина Константиновна все время рассказывала об этой истории. Речь здесь идет о Марии Волконской, которая поехала за своим мужем в Сибирь. Из которой, видимо, какая-то была, скажем так, дружба у Пушкина в бытности его на юге. И когда он слышал эти напевы, он вспоминал о ней, которая сейчас так далеко и так страдает. Поэтому, в общем-то, и грустью, и такой тоской проникнутой и стихи, и следующая за ним музыка. И я думаю, что это надо знать. И поэтому, когда вы, так сказать, встали в позу, то вот эту ситуацию вы немножко как бы принизили. Что касается Арсена, который, несомненно, делает успехи на этом конкурсе и тоже старается быть более точным. Это было слишком ретро. Это какое-то было немножко ретро пение. Но я бы предпочел услышать молодого, влюбленного человека, наполненного истинной любовью и страстью, когда человек сидит напротив девушки и говорит, как блестят ее глаза, и поговори со мной о любви. И вообще невозможно это все сравнивать, если честно. Вообще, это невозможно сравнивать. Но нужно. Ты тоже заболел. Ну, вы же сидите, меня здесь заражаете. Вы заразили друг друга. В общем, не разорвали. Баттерия пошла. Результатом этой, значит, инфлюенции будет все-таки Дарья, которая была более убедительна, на мой взгляд. Эльдар, ждем ваших впечатлений. Дарья. Это романс. Там не нужно чего-то. Руки, там какие-то позиции делать. Мне кажется, нужно просто выйти, посмотреть зрителям в глаза и исполнить эту красоту, которая написана и Пушкиным, и Рахманином, и донести это до зрителя. Потому что нам бы хотелось услышать вашу внутреннюю гармонию. Этот роман спела так, как я его чувствую. Спасибо большое. От этого и мои жесты. Что касается голоса, я не очень люблю подъезды. Подъезды к ноте. Не, то есть, не пой, не пой. Понимаете, вот эти вот, ау, ау, вот эти завывания. Пожалуйста, их тоже вот почетче. Либо, если они были, было бы так красиво. Арсен Джан, ара. Молодец. Ну, как говорит ой, педагог. Но. Добавь немножко мужика. Добавь немножко энергетики. И все пойдет. Елена Васильевна сказала бы просто. Больше секса. Больше секса. Повторая. Ну, так, голос я отдаю тебе, Арсен Джан. Спасибо большое. Фабио, пожалуйста, что скажете вы? Слышно, что, конечно, у Дарьи есть опыт колоссальный. Она очень красиво пела на пиано. Если придираться, мне не хватало чуть-чуть снятия у нее. Все, поточнее надо, чтобы были. То, что наоборот у Арсена получилось очень хорошо. Когда ты снял звук, это было очень хорошо сделано. Перехожу плавно на Арсен. Арсен обаятельный, конечно. Арсен талантливый. Ну, хотя. Парламидам море. Это без двумя М, да? Надо. Парламидам море. Марию. Хочу добавить, что эта песня очень трогательная для меня, потому что моя мама Мария, Мариолина. Так что папа очень часто ее звал Марию. Так что это очень для меня трогательнее. Очень трудный момент сейчас для меня сделать выбор. За опыт и за исполнение сегодня Дарье я даю голос. Тамара Ильична, ваше подводящее итог мнение. Ну, уже три члена жюри так болеют дружно раздвоением личности. У нас опять два-два, это все Людмила Васильевна тут эпидемию запустила, раздвоение личностей. Да. Даш, ну, во-первых, я не согласна с этим выходом. Это какая-то афродита, статуя. Когда все это было поначалу, думаю, интересная заявка. А потом начала заниматься вокалом. Что-то тебя сегодня не очень слушалось. И ты начала борьбу прямо на сцене. Где-то там не додержала, где-то чуть-чуть задохнулась. Что касается Арсена. Ну, Арсен, ну, в общем, это, конечно, ваш репертуар, что и говорить. Но абсолютно согласна с Эльдаром, в том смысле, что чуть-чуть сладковато было. Тем более никаких здесь сложностей для тебя не было. Ну, так сказать, суммируя все и большие требования предъявляя к Даше, к сожалению, Дашенька, голос сегодня я отдаю Арсену. Итак, в финальной дуэли у нас побеждает Арсен Степанян. Дорогие телезрители, если вы хотите поддержать Дарью Терехову, ее номер два. Ну, а номер Арсена Степаняна – три. Присылать СМС в поддержку полюбившегося участника нужно на номер 7375. И вы сможете это сделать в течение двух суток до 19 часов понедельника, 4 ноября по московскому времени. У вас остается всего две недели, чтобы поддержать своего фаворита. Не откладывайте, голосуйте. Спасибо. Мы вас отпускаем. Итак, очередной тур нашего состязания завершен. Мы благодарим наше высокое, авторитетное, доброжелательное жюри за потрясающую работу. А я просил бы вас, Ильдар, поскольку вы впервые в составе нашего жюри, поделиться своими впечатлениями о сегодняшнем конкурсном дне. Во-первых, спасибо большое за приглашение. Это безумно приятно прийти на вашу передачу и участвовать в жюри рядом с такими великими девушками. И с моими друзьями Дмитрием и Фабио. Что хочется сказать, что действительно тяжело было оценивать ребят, потому что за 2-3 минуты их пения сложно было понять досконально и либо сравнить даже с другими турами. Поэтому, как услышал, так и сказал свое мнение. Я хотел бы, чтобы эта передача жила, потому что она в себе несет ту радость, ту энергию, которую получаем мы, зрители. Смотря эту передачу на телевизионном экране. Спасибо вам большое, уважаемые члены нашего жюри. Видеть вас, слушать вас было большое наслаждение, большое удовольствие. Спасибо. И мы хотели бы доставить удовольствие всем здесь присутствующим и всем нашим телезрителям. И просим Ильдара Абдразакова выйти на сцену. Сергей Рахманинов. Каватина Олега из оперы «Олеко». Ильдар Абдразаков. Звезда мировой оперы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Весь табор спит, Луна над ним Полночной красотою блещет. Луна над ним 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 Луна над ним